Всем привет! Первое видео в 2021 году и я получил интересную посылку как раз для хранения монет. В одном из прошлых видео я рассказывал вам лучшие способы хранения монет. Посмотрите обязательно, ссылочка будет на него в описании или подсказке. Но не было именно этого способа хранения. И вот сейчас я сделал себе такой небольшой новогодний подарочек. Я покажу как хранить монеты в еще одном способе, о котором я вам не рассказывал. Точнее я рассказывал, но я вам покажу наглядно. И в конце выпуска я покажу вам интересные, реально уникальные видео и скажу где их посмотреть. Так что досмотрите до конца. Ну что, вот такой вот дубовый бокс для хранения монет. Как видим на небольшой вот такой защелочке. Это размер до 45 мм. Мы видим здесь такое небольшое мягкое уплотнение в этом боксе. Ну, конечно, в данном случае качество бокса не очень хорошее. Мы видим здесь какие-то царапины, какие-то эти, потертости. Но можно размещать монеты и выглядеть будет это просто потрясающе. Я думаю, можно размещать монеты как большие, как раз до этого размера, так и что-то поменьше. В целом, такое хранение бокса, такое хранение монет в таких боксах довольно элитно, стильно выглядит. Как видите, вот так монеты у нас размещаются. Можно, конечно, думаю, в капсулах размещать и без капсул. Что еще хотел сказать? Я, конечно, в таком боксе размещать рекомендую монеты, которые вы непосредственно достаете, смотрите, которые без капсул. Это серебряные монеты, которые, ну, скажем так, в таком состоянии, которое можно доставать и держать в руках. Это, например, античные монеты, которые очень приятно именно не запаковывать в какие-то капсулы или, вот, например, вот в таком хранении. Загрейдированные. Конечно, грейдинг позволяет реально определять степень сохранности монет и оставлять монету в идеальном состоянии. Но иногда хочется подержать монету прямо в руках, посмотреть, как она у вас держится, как эта монетка выглядит реально вживую. И поэтому я рекомендую вот такого плана покупать себе боксы. Они закрываются, видите, защелкиваются. И все в целом довольно прикольно выглядит. Что еще можно добавить? Я добавляю сейчас в социальную сеть коллекционер видеоролик про античные монеты. Это серия из трех видеороликов. Они не публиковались у меня на канале. И там безумно интересно рассказывается про античные монеты. Если вам интересно посмотреть, узнать небольшую историю про то, как появлялись монеты, про то, как чеканка производилась, я очень рекомендую эти видео. Переходите по ссылочке в описании на социальную сеть коллекционер. Это место, где люди общаются, где люди знакомятся. Можно продавать свои монеты. Возможно, что-то у вас есть на продажу. Какие-то интересные редкие экземпляры. Или вы хотите поменяться. Там как раз общаются коллекционеры. Я рекомендую перейти туда. В данном случае ссылочка будет на мой аккаунт. Добавляйтесь в друзья. И также эти видеоролики вас будут там ждать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой бокс. Что вы думаете по этому поводу. И до новых встреч в следующем видео. Буду готовить для вас новые ролики в этом уже новом 2021 году. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok